На этой неделе в мире отмечали День поддержки жертв преступлений. Эту дату учредили для того, чтобы обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий. В Алтайском крае ежегодно регистрируется в среднем около 20 тысяч преступлений и немалая часть из них совершаются на бытовой почве. Жертвы преступлений в семье, как правило, женщины и дети. Почему и какую помощь оказывают им в Алтайском крае, расскажет специалист по социальной работе Краевого кризисного центра для женщин Марина Свидерски. Здравствуйте, Марина. Первый такой вопрос вводный. Скажите, сколько женщин к вам ежегодно обращается в центр? К нам в центр обращается более двух тысяч женщин и детей. Если посмотреть по процентам, это около 30% детей. Остальное в большинстве это женщины. Мужчины к нам гораздо реже обращаются. И этим женщинам и детям мы оказываем более 24 тысяч услуг в год. На что чаще всего жалуются женщины и дети, если и дети жертвы преступлений бытовых? Если говорить о насилии в отношении женщин и детей, то здесь разные формы. Это и физическое насилие, и психологическое насилие. Гораздо реже обращаются к вопросам экономического насилия, потому что его идентифицировать как насилие даже многие не способны. И сексуализированное насилие, репродуктивное насилие — это вообще табуированные темы, про которые в обществе не очень принято говорить, потому что дома уже нельзя измассиловать или заставить рожать, потому что часики тикают и так далее. И обычно женщины обращаются, когда уже прям избивают. Реже обращается женщина, когда она приходит, например, с одним запросом по разводу. В процессе работы мы выясняем, что развод — это повод, а причина — это насилие. Вы сейчас перечислили разные формы насилия и сказали, что по некоторым из них крайне редко обращаются. И все же есть такие обращения? Да, есть. Принуждение к сексу в семье. Если этого нет, то, как у нас говорят, скандал на глазах у детей. И женщина вынуждена, для того, чтобы не раскручивать эту историю до более тяжелых форм, она, возможно, соглашается. Здесь важно говорить, наверное, еще и о последствиях насилия, в том числе и в отношении детей, даже если они не подвергаются прямому насилию, но являются свидетелями насилия. В нашей практике бывают женщины, которые родили ребенка, но для которых это крах, потому что были интересы, были цели, были стремления, и тут мир переворачивается с ноги на голову. Никаких социальных связей не остается практически. И в том числе, да. И поэтому постродовые депрессии часто — это тоже одна из проблем, с которой мы работаем. Вот знаете, такое выражение, может быть, не очень корректное, раскрутить в процессе консультации разговор о том, что есть насилие, бывает непросто, потому что у наших клиенток часто мифологизированное понимание проблемы, да, и даже сама проблема насилия, она у нас в культуре немножко градус снижается, снижает выражениями типа «руку поднял» или «прикладывает руку». Ну что такое приложить руку? Вот я к себе руку приложила, а за этой «приложил руку» стоит избиение, да, но чтобы как-то минимизировать женщину, минимизировать тот ужас, в котором она находится, она порой сама снижает. То есть у меня порой, обращаясь к вам, женщины даже не понимают, что подвергаются этому насилию. Да, да, что это такое явление. А с каким тогда запросом они к вам обращаются? Скандалы, конфликт, развод, тяжелое психологическое состояние, конфликт с ребенком, например, может быть. И потом вы уже в процессе работы выявляете, что в семье, собственно, присутствует насилие, да? Да. Помимо психологической очевидной помощи, в какой еще поддержке нуждаются женщины? Часто это юридическая поддержка, но, к сожалению, у нас возможности нашего учреждения ограничены только консультациями юридическими. Эта тематика обычно – развод, имущественные права, права детей и лишение родительских прав. Например, еще такой пример – эмансипация раннее, да? Когда ребенок уже не хочет проживать с мамой, и, например, ей 17 лет, и она обеспечивает себя уже работая. Но чтобы не привлекать маму к ответственности, не выводить это на комиссию по делам несовершеннолетних, мы можем помочь проконсультировать, как запустить процесс эмансипации такого ребенка, такой девочки. Кроме этого, если женщина находится в трудном положении, в трудном в плане жилья положении, у нас в кризисном центре есть социальная гостиница для женщин с детьми до трех лет. Ну, это не значит, что если у мамы ребенку три года и шесть лет, то этого шестилетнего мы куда-то в другое место определим. Нет, мамы, мы за сохранение семьи, и мама у нас с детьми, со всеми по возможности детьми проживает в гостинице. Такая помощь у нас до трех месяцев. Если ситуация не разрешена, то на консилууме решаются вопросы продления проживания. Специалист по социальной работе гостиницы помогает женщине трудоустроиться, помогает определиться с пособиями, с выплатами, которые есть в государстве. Иногда женщина даже не представляет, как зарегистрироваться на госуслугах. Бывают очень экстренные ситуации, когда к нам привозят женщин с полицией, когда привозят из больницы, потому что после выписки ей некуда идти. И мы содействуем тому, чтобы они на улице не остались. Такая помощь, она бесплатна? Да, это бесплатная помощь для тех, кто к нам обращается. Бывают такие ситуации, когда женщина находится в крайне тяжелом, быть может, психологическом состоянии, и вы понимаете, что помимо курса реабилитации вашего центра нужна еще какая-то помощь, с помощь других сторонних специалистов. Вы как-то с ними в связке работаете или направляете в дальнейшем вот подопечную в другое учреждение? Как это происходит? У нас действует заявительный принцип, но мы можем содействовать, мы можем связаться со специалистом, уточнить возможности. И дальше уже женщина сама обращается туда, про что мы с ней разговаривали. Это может быть комплексный центр, это может быть района, в котором она проживает. Если женщина съезжает с гостиницы, то мы ходатайствуем в комплексный центр района по месту ее пребывания, чтобы он взял ее во внимание и оказывал всевозможную поддержку, которая есть на месте. Бывает наоборот, когда комплексный центр не располагает своими ресурсами, обращаются к нам, и мы можем дистанционно консультировать и поддерживать. Сегодня много пишут и рассуждают о том, что есть некий такой типичный портрет женщины-жертвы. И именно вот такие женщины с таким психотипом, они становятся участницами преступлений. Именно поэтому они, в принципе, попадают во всю эту историю бытового насилия. Что вы можете сказать по этому поводу? Знаете, мы в кризисном центре не поддерживаем такую науку как виктимология, то есть наука о жертве. Потому что по нашему опыту подвергнуться насилию может любая женщина. И даже если она успешна, даже если она добилась каких-то карьерных высот или имеет большой доход, она может стать пострадавшей. Мы даже слово жертвы не употребляем в отношении женщин, которые подвергаются насилию. Потому что это формирует пассивную позицию, есть даже такое выражение, выученная беспомощность. И наша задача — женщину активизировать на решение проблем, которые у нее возникли. Вы сказали сейчас, наша задача — активизировать женщину. Что это значит? Это значит, что выводя ее из позиции жертвы, мы ищем те ресурсы и внутренние, и внешние совместно с ней, на которые она может опереться, кроме кризисного центра. Потому что находясь в ситуации насилия, есть такое понятие у психологов, как тоннельное сознание. Это суженное сознание, и ей кажется, что ее ситуация безвыходная. И она порой даже к специалистам не идет, потому что ей кажется, что специалист не поможет. И поэтому в такой ситуации очень много срывов, возвратов, откатов, что называется, назад. Женщина вроде пытается изменить свою ситуацию, но в итоге возвращается к агрессору. Но задача специалистов как раз, во-первых, снять вот это эмоциональное напряжение и расширить ее взгляд на ситуацию, что есть организации, есть люди, есть ее внутренние ресурсы, которых, возможно, она не замечает, на которые она может опереться. Ровно пять лет назад в России был принят закон о декриминализации домашнего насилия. Это значит, что после первого проявления агрессии, агрессоры, собственно, ждет только административное наказание, уголовное лишь там, да, за серией уже таких преступлений. Вот на ваш взгляд, это нововведение, оно каким-то образом повлияло вообще на сферу домашнего насилия? Можно ли говорить о том, что таким неадекватным людям развязали руки? Я вспоминаю слова Елены Мизулиной, которая инициировала этот законопроект. Она это мотивировала тем, что суды и правоохранительные органы просто захлебываются в потоке дел, которые не имеют существенных нарушений. И таким образом они как бы, если можно так выразиться, снизили нагрузку на правоохранительные органы. Если мы посмотрим по статистике, действительно, статистика правонарушений бытовых снижена, существенно снижена. Если в 90-х годах мы говорили о 14 тысячах женщин ежегодно, то сейчас это около 2 тысяч женщин, которые попадают в поле зрения правоохранителей. Но говорить, что проблема не ушла, мы так не можем. Просто это ушло на уровень социальных служб. Какой бы вы совет дали женщинам, которые, возможно, сталкиваются с несправедливостью и хотят куда-то обратиться за помощью, но пока, возможно, не решаются? Я бы здесь сказала, что она не виновата, что с ней происходит. Вина лежит на том, кто это совершает. И она не одна в своей ситуации. И здесь нужно обращаться за помощью. Это не стыдно. Потому что речь идет о ее жизни, о ее безопасности и о безопасности ее детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова